Петрозаводский городской совет на очередной сессии принял бюджет карельской столицы на 2023 год. В проект главного финансового документа было внесено 9 поправок, которые депутаты единогласно поддержали. Главные из них главы города Владимира Любарского распределяют средства региональной субсидии на развитие Петрозаводска в размере 1 миллиарда рублей. Деньги направят на благоустройство общественных пространств и дворов, ремонт проезжих частей, проездов и тротуаров, модернизацию объектов наружного освещения и многое другое. Также поправки внесли председатель Петросовета Надежда Дрейзис, ее заместители, депутаты. Это именно из тех наказов, в том числе избирателей, которые нам поступали. Я считаю, что это очень важно, чтобы депутаты большинством поддержали, поправки все прошли. Бюджет профицитный и социальную направленность свою он сохраняет в этом году и для нас это очень важно. По поправкам депутатов средства пойдут на замену окон в средней школе номер 10, разработку проектно-сметной документации на ремонт мемориала «Пески», благоустройство территории у Дома творчества детей и юношества номер 2 на Перевалке и другие важные для города проекты. Депутаты Петросовета также приняли решение о повышении стоимости разовой поездки в городских троллейбусах с 30 до 38 рублей. Главным фактором повышения стала себестоимость одной поездки. В следующем году она превысит 52 рубля. Разницу в 14 рублей администрация города должна будет компенсировать из городского бюджета. Учитывалось и то, что троллейбусное депо находится в предаварийном состоянии. В следующем году здесь пишут часть старых троллейбусов. На предприятии не хватает квалифицированных кадров, которым необходима достойная плата труда. Проезд повысится с 1 января 2023 года. Также внесли и поправки о снижении стоимости школьных и студенческих проездных до 500 рублей.